Привет всем! Сегодняшняя тема это аналоговые модемы. Это такие устройства, которые использовались почти каждым до недавнего времени для выхода в интернет. Они представляют собой устройство модуляции-демодуляции аналогового сигнала для передачи его по проводам телефонной линии. То есть, тем самым проводам, к которым подсоединен обычный домашний городской телефон. То есть, эти устройства позволяли выходить в интернет, используя телефонный кабель, естественно, занимая на это время телефонную линию, так как эта технология довольно старая и ADSL, которая использовала те же телефонные провода, но работала в другом частотном диапазоне и позволяла не занимать телефонную линию именно для разговоров, появилась несколько позже, чем аналоговые модемы вот такого, скажем так, первого поколения. Хотя, конечно, внутри аналоговых модемов тоже было много разных протоколов, которые позволяли получить разные скорости доступа, разные алгоритмы. В общем, там тоже есть куда покопать. Но сегодня вот у меня на столе лежит три внутренних модема для IPMPC-совместимых компьютеров, шины PCI. Два из них это полностью программные, так называемые WIND модемы, то бишь модемы, которые, по сути, представляют собой просто физический интерфейс между телефонной линией и PCI-шиной. То есть, грубо говоря, они просто работают с аналоговой линией, грубо говоря, ЦАП АЦП, чтобы получить цифровой поток данных. Больше эти модемы не занимаются ничем, то бишь никакой буферизации, никакой своей собственной внутренней какой-то аппаратной обработки. То есть, полностью они управляются драйвером компьютера, так называемым программным методом. Поэтому он называется WIND модемами, потому что во времена распространения модемов у домашних пользователей в основном был Windows, это был 95-й, может быть даже 3.1. Позже это был 98-й, Millennium. Поэтому обычно называются именно WIND модемы. Это вот два модема. Это один. Это у нас довольно популярный был в нашей стране. Зиксель Омни 56К. Это софт модем, вин модем. Видно, что здесь маленький небольшой чип. Часть обвязки, которая отвечает именно за телефонные разъемы. Один из них предназначен для подсоединения, собственно, к телефонной розетке. А во второй втыкается телефон. То бишь, провод от телефонной розетки должен пройти через модем и дойти до телефона. Здесь всякая там обвязка, грузозащита, там всякие прочие вещи. Главный чип, два резонатора и спикер, грубо говоря, из которого он пищит характерно звуком. Вот еще один WIND модем. Здесь видно, что развязка от телефонной линии сделана при помощи трансформатора. То же самое, два разъема для линии для телефона, небольшой чип. Еще здесь какой-то, видимо, ЦАП АЦП или что-то вроде того. Это какая-то моделька Genis. Сейчас, к сожалению, не помню, что это. И вот еще один модем, с которым у меня связана довольно большая история. Это US Robotics. Чип 3.com стоит. То же самое, здесь два разъема для подключения телефонной линии и подключения телефона. Этот модем я покупал себе, если память не изменяет, в 2002 году. В 2001 у меня появился первый компьютер. В 2002 я купил себе вот этот модем. По-моему, на Савиловском радиорынке это было дело. Искал специально аппаратный модем. Модем со своей памятью, с некоторыми возможностями по собственной обработке сигнала, без участия драйверов операционной системы, которые для вот этих модемов очень важны. Для геймодемов. На нем как-то вот нигде не написано, какая это именно модель. То есть всякие вот FCC рейтинги, еще что-то там. Ну, в общем, модель не написана, поэтому вот я здесь маркером подписал. Когда я его покупал, это был N5610. Здесь вот явно видно дополнительную память, еще один дополнительный чип. То есть явно железяка слегка посерьезнее. Здесь еще могли быть установлены гнезда для микрофона и колонок, но их здесь нет. Ну, вот с этим модемом я выходил в интернет и потратил на это уйму всяких этих вот пластиковых карточек, которые тогда были в УЕ, они же доллары. 5, 15 долларов, вот эти вот все карточки. Вводились их коды, получались деньги на счет. Именно с этим модемом с 2002 года и по 2005 год я выходил в интернет. В 2005 я уже провел себе появившуюся локальную сеть, выделенную в нашем районе города. И модем с тех пор ушел на полку. Но он до сих пор вот он, он живой, он работает. И в этом видео я попробую выйти в интернет с каждого из этих трех модемов. Заодно послушать, как звучат эти модемы с этим характерным для них скрипящим шипящим звуком. В общем, приступаем к установке по очереди каждого из этих модемов в мой тестовый стенд. Первым по очереди пойдет модель Zyxel Omni. Устанавливаю модем в DCI-slot и подключаю к нему провод от телефонной розетки. Теперь включаю сам стенд. Жду его загрузки и посмотрим, как будут устанавливаться драйвера для этого модема. Итак, смотрим, как устанавливается у нас Zyxel Omni. Так, есть. Устройство появилось. Вот его параметры. Динамик можно либо включить, либо выключить. Попросим модем. Ресурсы. Вендор и девайди. Теперь надо создать само соединение через модем. Подключить к интернету. Установить подключение вручную. Через обычный модем. Именно так у Windows XP называется этот аналоговый модем. Имя поставщика услуг. В то время, когда я пользовался модемом, компания называлась MTU Intel. Насколько я знаю, сейчас она то ли поглощена, то ли переименовалась и потом поглотилась. Ну, в общем, сейчас это относится к МТС. Но назовем ее все равно МТУ. Номер телефона. А сайт этого самого МТУ Intel, относящийся именно к личному кабинету, до сих пор работает, как ни странно. И там указан и счет. И там до сих пор с 2005 года остались мои. 2 и 2 окажется UE. И номер телефона. Там 672 нуля. Пароль. Да, сделать. Да, да, да. Далее. Готово. Окошко. Так, можно посмотреть, что здесь в свойствах. Вот. В современных реалиях с цифровыми АТС здесь надо сделать так. Так, код города 495, страна Россия, мое размещение, код города, изменить. И вот здесь надо написать код города, собственно, 495 для Москвы. При наборе номеров у содержащих указанный префикс набирать 8, то есть сначала 8-ку, и набрать код города. Вот оно написано. Набрать 8, и код города перед номером. Номер телефона будет там, так. Все верно. Так, параметры можно сделать так, чтобы она ничего не спрашивала. 5 секунд, не надо разрывать, перезвонить по этому номеру, переподсоединить, если вдруг связь порвется. Сеть, расширение, программное сжатие данных, ОК. Вот, связь успешно установлена. Видно, скорость 52 кбит в секунду. Вот подробности. Сколько байт отправлено, сколько байт принято. Сжатие сейчас не используется. Сведения. Теперь можно попробовать зайти куда-нибудь в интернет. Сразу предупреждаю тех, кто не в курсе, что такое вообще интернет через аналоговый модем, какие там были скорости, кто привык сейчас к многомегабитным тарифам дома в любое время. Доступ по аналоговым моделам, естественно, занимал домашний телефон. Тогда в основном мобильных телефонов еще либо не было, либо были очень редки. И основные средства связи между людьми оперативные, это был именно домашний телефон. Поэтому, когда занимался домашний телефон, это был повод для всяческих ругательств и разбирательств. Вот, дескать, освободи телефон, мне надо позвонить. Плюс тарифы были, да собственно и сейчас они пока действуют, это все есть, они повременные. И насколько я помню, это было что-то типа 60 центов в час днем, 75 центов в час вечером и 20 центов в час ночью. Именно поэтому ночью в основном все, кто выходил в интернет с модемом, старались сделать это ночью, потому что дешевле раза в три. Попытаясь зайти на YouTube, можно оценить скорость работы модема. То бишь, реальных это примерно где-то 3-8 максимум килобайт в секунду. То есть, можно здесь отметить 92, 98, 304. Если отбросить эти цифры, это килобайты принятые. Вот с такой скоростью все это грузилось. Естественно, никаких YouTube в то время и в принципе не было, потому что потоковые видео и аналоговый модем, это мало совместимые вещи при таких скоростях. Вот оно не спеша, очень лениво, 3-5 килобайта в секунду, это все грузит. Ладно, все с этим ясно. Этот модем у нас работает, его послушали, все видно. Отключаемся. Зиксель вытаскиваем. И ставим модельку от Genius. Слот воткнут. Сменяю кабель от линии. Запускаю станцию с этим модемом. Теперь посмотрим, как будет на него ставиться драйвера. Lucent Win Modem. Здесь драйвер просто прямым текстом говорит, что это именно Win Modem. То бишь, это полностью программное устройство. Но в отличие от зикселя, у него, например, есть регулировка громкости динамика. То есть, не только в кулыку. Просим модем, посмотрим, что он может. Что-то такое может. Выбор страны. Ну, в России, наверное, что здесь. У этого, смотрю, очень много всяческих диапазонов. Есть и память. И вводы-выводы. Так, обновлено. Хорошо. Теперь посмотрим, что у нас в настройках нашего подключения, которое создавали для этого модема. Да, все, модем сам подцепился новый. Видно, что он работает через виртуальный комп-порт за номером 3. Ну что-с, теперь будем подключаться через этот модем. Продолжение следует... 49,2 килобита. Неплохо. Так, проверим работу интернета. Давайте для разнообразия зайдем на гугл, чтобы кэш-браузер нам не ускорил загрузку. Гугл. Примерно те же 5-8 килобайт в секунду скорость загрузки. YouTube. Вот видно, что часть картинок он уже подгрузил из кэша-браузера, то бишь побыстрее пошло. Но остальные, в общем-то, ждать долго и упорно. А видео можно даже не заикаться. Модемная эра, это да, это была такая штука, когда выход в интернет, это было событие заранее спланированное. Надо было дождаться, пока линия будет свободна. Позвонить, дозвониться, потому что не всегда можно было дозвониться, особенно в час пик, грубо говоря, когда все выходили, не все могли успеть. И когда все-таки дозвон был успешен, и скорость была достаточно большой, и скорость именно соединения, то быстренько-быстренько-быстренько надо было открыть браузер, открыть все адреса, все вкладочки, все окошки, которые хотелось посмотреть, потому что время деньги, скорость, грубо говоря, ограничена, потому что она максимум 3-5 килобайтов в секунду, и падала обычно, ну, когда уже совсем что-то с линией не то. Поэтому быстренько-быстренько открыть все окошки, все загрузить, запустить менеджер-закадчик файлов, чтобы там такой драйвер, или какие-нибудь картинки сгрузить интересные, или коротенькое видео в каком-нибудь совершенно жутком маленьком разрешении. Все это поставить на закачку, дождать, когда это все скачается, и быстро выключить телефонную связь, потому что время деньги, карточка уплочена, и не хочется тратить. Модельку от Genius'а выключаем, вытаскиваем. Остался последний, третий, мой любимый, верный и надежный, US Robotics M5610. Все, модем вставлен, подключен, запуская стенд, сейчас будем ставить драйвера. Посмотрим, как будут ставиться драйвера для US Robotics. Так, с последователями порт PCI, вот она, US Robotics M5610, Fax PCI. Модем, тоже можно регулировать громкость динамика, скорость порта, диагностика, дополнительные параметры, ресурсов немного, один диапазон водовывода и RQ. Вендердив, просить модем. Да, у этого US Robotics всегда так было. Обычно, вечно он капризничает и опрашиваться не хочет. С первого, со второго, с третьего раза. Не хочу, не буду, отстаньте. Ладно, хрен с тобой. Главное, чтобы работал. Так, модем нашелся, все в порядке. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 6 килобит в секунду, байты, всё, посмотрим, как работает. Было слышно во время установления связи, что звук этого модема несколько отличается. Есть нехарактерный для софт-модемов сигналы, и скорость набора номера были значительно выше. Так, куда бы зайти? Давайте какой-нибудь рамблер, что ли. Вот она, примерно та же скорость загрузки, 5-8 килобатт в секунду. Ну, к счастью, телефонная линия у меня сейчас вроде как хорошая, поэтому проблем с соединением и со скоростью не наблюдается. Ну, вот с какой-то такой ползучей скоростью это всё работало. Ну, вот с какой-то такой ползучей скоростью это всё работало. Вот такая вот скорость интернета в начало двухтысячных в России. Так, фоткидепо.ру Вот сейчас показана реальная скорость работы модемного интернета. То есть сейчас не что-то там тормозит, лагает или ещё что-то. Именно с такой скоростью всё это и загружалось. Поиск. Попробую найти свою галерею. Так, название участника. Ой, ну я это ряда. Соседние вкладочки. Зайду на собственно сам. Личный кабинет МТУ. Так, СМД и БИМ. Оп. Вот оно. Здесь, конечно, уже шапка от МТС. Это уже не МТУ. Ну, вот оно. О, услугами интернет МТУ Интел. Логин, пароль те же самые, что используются для самого модема для создания соединения. Да, сохраняй сколько влезет. Так, что у нас тут? Да, включай, пожалуйста. Ослик ты наш. На галерее всё ещё никак не загрузится. Ну, вот, например, витрина моей коллекции. Мой альбом, да. Дата регистрации 25 января 2003 года. Точнее, 2-й, 3-й год соврал немножко. Ну, вот как-то так. Вот он лицевой счёт. 2,16. Уе. На текущий момент на моём модемном счёту аж с 2005. А вот витрины коллекции. Видно бешеную скорость загрузки картинок. Всё просто улетает. Но при этом, если посмотреть на счётчик байт, это он, да, нормальный модемный интернет. Всё в порядке. Ничего удивительного. Ну, в общем, ясно, как это всё работало. Благодарю за внимание. Надеюсь, эта тема была вам интересной. Так что смотрите другие видео на моём канале. Оценивайте это видео и другие. И ждите других моих выпусков. До встречи.